Продолжение следует... И вот, исходя из этого, из того, что вы написали пока только здесь, я хотел бы вас поинтересоваться. А почему же вы забросили предмет основной, который является вашей мечтой? Чем обусловлена подобная реакция, обусловлено подобное поведение? Если это ваша мечта, то мечте нужно идти. Мечту нужно добиваться. Мечты нужно добиваться. Сама в руки мечта к вам, к сожалению, не придет. И вы, если не понимаете, почему вы решили забросить свой основной предмет, если вы не понимаете, с чем это связано, то это первое, над чем вам нужно работать. Над именно пониманием того, почему вы забросили свой основной предмет и такая ли это мечта. Ваша мечта. Если это вообще мечта. Это первое. Второе. Второе, как я понял, ожидания родителей, это то, что вас, с другой стороны, очень сильно беспокоит, тревожит и не дает нормальной жизни. Именно ожидания родителей. Здесь я хочу вам сказать сразу так, что родители ожидают от вас того, что по их мнению, является наиболее подходящим для вас. Это право ваших родителей. Так считать. Но ни в коем случае родители не вправе вам указывать, что делать. И если они навязывают вам чувство вины за то, например, что вы не делаете того, что вы хотите, и должны делать то, что, например, то, чего ожидает от вас остальные, это является довольно эгоистичной, к сожалению, позицией. И данный момент, данный аспект нужно учитывать при выборе, при осуществлении выбора, вашего выбора. То есть, первое, это почему вы, собственно говоря, забросили свою мечту, и с чем это связано. А второе, это как именно проявляется, значит, ожидания ваших родителей, и как они выражают эти свои ожидания, в каком контексте. Они могут продолжать свой разговор в контексте одном, может быть, вы совсем неправильно их понимаете, и вам кажется, что вот они вас там в чем-то обвиняют и так далее. А может быть, они проявляют свой контекст именно в том, чтобы реализоваться, опять же, через вас. А то есть другой аспект, и прислушиваться в таком случае к ним не нужно. Далее, значит, вы говорите о том, что вам не помогают тесты, и они не дают вам тех результатов, которые вы, ну, хотели бы получить. Я рекомендую вам подумать сперва о своих ценностях, какие они у вас, ценности. Потом я рекомендую вам подумать о том, в каких идеях эти ценности у вас выражаются. А потом уже я рекомендую вам обратить внимание на форму. Именно на форму того, как вы можете реализовать свои ценности. Ну и объективность, что у вас лучше всего получается, и что у вас вызывает воодушевление. Кроме того, мне показалось, что вы не очень уверены в себе. Соответственно, надо бы определить, в чем именно вы в себе не уверены. Для того, чтобы сформировать вам рекомендации по повышению этой самоуверенности в себе. Для того, чтобы у вас не возникало таких проблем, как боюсь, что разжирую, или боюсь, что слишком сложно. Это неуверенность в себе. И с ней нужно работать. Не подавлять полностью, потому что человек имеет слабости и имеет право на слабости, но определенно учиться с этими слабостями жить так, чтобы вам они не мешали. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok